Здравствуйте! В эфире Парламентский Вестник, программа о деятельности депутата Волгоградской областной думы. Предлагаем вашему вниманию обзор событий за минувшую неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В числе первоочередных задач, которые стоят перед областью, губернатор назвал строительство дорог, техническую модернизацию предприятий, активную поддержку предпринимательства, развитие сельского хозяйства и гидромиллиоративного комплекса. Кстати, отвечая на вопросы депутатов, этой темы Анатолий Бравко коснулся более подробно. Волгоградская область, одна из первых в России, приняла свою подкрепленную деньгами программу миллиорации. Это позволит нам в дальнейшем получить федеральное софинансирование. Кстати, об этом мы говорили совсем недавно, нам приезжала, вы знаете, с визитом министр сельского хозяйства, Скрынник Елена Борисовна, и мы договорились, что в этом году будет у нас софинансирование нашей программы, пока еще неизвестно сколько, но 100-200 миллионов она сказала даст. Заметим, право заслушивать губернаторский отчет парламентариям дает федеральный закон, вступивший в силу с мая прошлого года. По регламенту областной думы депутаты готовили вопросы заранее в письменной форме. А вот пожелания по работе исполнительной власти были высказаны сразу после выступления главы региона. К примеру, Ролан Хирианов предложил создать совет по защите прав предпринимателей, который бы помогал ограждать их от слишком частых проверок со стороны контролирующих органов. Я хотел обратить ваше внимание на административные проверки у молодых средних предпринимателей. Два года на территории странных действий и законных о проверках предприятий в малых средних бизнесах. В прошлом году у нас были идеи, которые были на совещании. К сожалению, практика показывает, что мы ведем к лучшему региону страны, будем в управлении малых средних бизнесов. Депутат Леонид Титов посетовал на то, что до сих пор не приняты важные целевые программы, направленные на обеспечение безопасности региона. Я вот несколько раз вам об этом говорил, что совет безопасности у нас здесь явно не дорабатывает. У нас прокуратура указывает, нет программы по экстремизму и терроризму, у нас нет длительное время программы по пожарной безопасности. Насчет программы по обеспечению пожарной безопасности региона Анатолий Бравко сообщил, что она уже готова, проходит согласование в профильных комитетах областной администрации и, как ожидается, будет принята в сентябре. Еще в своих выступлениях депутаты призвали губернатора больше уделять внимание поддержке сельхозпроизводителей и развитию сельских территорий. 2,64% ВВП России – это руки наших хуторян. Это самый высокий был показатель на слайде, который говорил Анатолий Григорьевич. Все остальное, и промышленность, и все остальное имеют низкие показатели. Так почему мы не должны поддерживать то, что у нас хорошо получается? Я очень прошу, чтобы в следующем году социальное развитие села получило адекватную поддержку в бюджете Волгоградской области. По мнению депутата Ирины Гусевой, областные власти должны помогать поселениям регионов урегулирования взаимоотношений с федеральными надзорными органами и содействовать по этапному выполнению предписаний, сделанным в ходе проверок. На федеральном уровне Роспотребнадзор, Пожнадзор, они, выполняя действия в рамках закона, все равно должны понимать, что они проживают в Волгоградской области. И они должны понимать, что если на образование, на все предписания на ликвидацию надо 8 миллиардов рублей, таких у нас нет денег. Я хотела бы, чтобы мы вот на нашем поле, на региональном договаривались, разрабатывали долгосрочные программы, понимали, откуда эти деньги, ждали помощи с федерального бюджета. В итоге, заслушав отчет главы региона, народные избранники приняли его к сведению. Я думаю, что все, что было сделано, было сделано хорошо. И коллеги, мои коллеги, несмотря на разные критические вопросы, понимая, что за год поменять кардинальную ситуацию достаточно сложно, но сделано очень много. Поэтому считаю, что депутаты областной думы корректно оценили работу главы администрации и поставили ему нормальную оценку. Как отмечалось на прошедшем в минувший четверг заседании регионального парламента, администрации области удалось добиться улучшения экономических показателей и увеличения денежных поступлений в казну тому подтверждение. Согласно прогнозам финансистов, доходы должны вырасти на 9 миллиардов рублей, в том числе за счет ожидаемых федеральных субсидий. Расходы же предлагается увеличить более чем на 15%. Значительная часть из них, 3 миллиарда 700 миллионов рублей, будет направлена на ремонт и модернизацию лечебных учреждений, а также на закупку лекарств для населения. Предусмотрены средства на повышение зарплаты школьным учителям, которые с сентября должны соответствовать среднему заработку в экономике региона. Усереденная эта сумма посчитана где-то до 16 тысяч. Я думаю, что сам процесс этой работы продолжается и будет идти в это направление. Но та сумма, которая предусмотрена на этом этапе, более 322 миллионов рублей, позволяет решать эти вопросы вот уже начиная с 1 сентября 2011 года. Сентябрьское увеличение зарплаты также коснется медработников в образовательных учреждениях и воспитателей в детских садах. Надо сказать, что нынешними поправками в текущий бюджет области повышаются расходы практически по всем отраслям. Считаю, что поправки достаточно глубоко проработаны, позволяют расшить узкие места почти во всех отраслях, включая медицину, образование, социальную политику, спорт. Выделяется 47 миллионов на спортмероприятия, культуру. Решаются вопросы, которые накопились и в этой отрасли, в частности, и по задолженности за ремонт нашей библиотеки имени Горького, по ГУ-издателю, где есть задолженность. То есть эти все места расшиваются. Я считаю, что это очень серьезные подвижки вперед, которые позволят увидеть решение этих проблем. Кроме всего прочего, 105 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт и оснащение оборудованием дошкольных образовательных учреждений. Это позволит открыть дополнительно 3000 мест в детских садах Волгограда. В целом, предложенные администрации области поправки в текущий бюджет получили одобрение депутатского корпуса и были приняты в первом чтении. Накануне заседания регионального парламента поправки в областной бюджет 2011 года были рассмотрены и одобрены к первому чтению всеми профильными думскими комитетами, в том числе и Комитетом по здравоохранению, физической культуре и молодежной политике. Судя по поправкам в областной бюджет 2011 года, значительное увеличение финансирования ожидается в сфере здравоохранения. На 65 миллионов рублей будут увеличены средства на приобретение лекарств для людей, страдающих социально значимыми заболеваниями. Кроме того, администрация региона намерена значительно сократить дефицит территориальной программы обязательного медицинского страхования. В начале года я предложила, для того, чтобы уменьшить дефицит территориальной программы, надо увеличить взносы на неработающее население. Конечно, нам нужно всего на этой цели в бюджет привнести 5 миллиардов примерно. Это умопомрачительная цифра. Я просила миллиард, чтобы постепенно. Но миллиард не получился, получилось 700 миллионов. Понимая сложность экономической ситуации, напряженность бюджета, ну это достаточно хорошая сумма. Положительную оценку профильного думского комитета получила и поправка, согласно которой из областного бюджета будет выделено более 8 миллионов рублей на создание условий для занятий спортом инвалидов. Конечно, это тоже не решение полной проблемы, но это что-то. И мы сейчас на комитете договорились, что как только мы с каникул выйдем, мы будем добавлять деньги на то, чтобы не только условия занятий спортом, но и реабилитация спортсменов-инвалидов. Это очень важно. То есть я вижу реальное желание изменить ситуацию. И еще раз повторяю, несмотря на то, что к бюджету очень много вопросов, но по тем направлениям, которые мне доверено кукурировать, есть реальные подвижки, есть реальные изменения финансирования бюджетного. Принятие поправок в областное бюджетное заседание Думы не обошлось без критики, которая прозвучала со стороны представителей фракции КПРФ. В чем их основная суть, мы попросили рассказать депутата Михаила Таранцова. Мы считаем, что в значительной степени многие наши критические замечания, которые высказывались в прошлый раз, они не учтены и при рассмотрении этих поправок. Что мы имеем в виду? Мы считаем, что в областном бюджете есть резервы для того, чтобы тратить эти средства, которые, на наш взгляд, могут быть изысканы, могут быть дополнительно найдены на самые главные, на самые острые, на самые социальные проблемы и позиции. На наш взгляд, сегодняшняя администрация не использует в полной мере эти возможности. Причем хочу подчеркнуть, что, скажем, увеличить на 158 миллионов рублей на содержание чиновников на это средство находится. А именно столько предлагается в этих поправках увеличить по разделу общегосударственные расходы. На увеличение средств, которые тратятся на рекламную продукцию, на сувернирную продукцию, на проведение социологических исследований, в этих проектах бюджета предлагается дополнительно увеличить почти на 4 миллиона рублей. Мы, конечно, фракция коммунистов не удовлетворены таким подходом. Мы считаем, что все самые больные точки не держат администрации в поле зрения. Мы считаем, что самые такие злободневные вопросы, они должны решаться. И мы считаем, что, конечно, в таком виде бюджет нас не устраивает. А вот, по мнению вице-спикера областной думы Владимира Овчинцева, для региональных властей по-прежнему приоритетным остается социальное направление. Именно поэтому, как он считает недавно на заседании парламента, был одобрен и утвержден в окончательном чтении законопроект о взаимодействии органов государственной власти и социально ориентированных некоммерческих организаций. Этого документа ждали творческие союзы, ветеранские и молодежные объединения, которые теперь смогут рассчитывать на помощь области в решении вопросов по оплате арендуемых помещений и материальной поддержке своих организаций. Это большая победа, я считаю. И администрация области, решившая такой шаг, таких областей на стране, по-моему, 6 или 5. Вот, депутат областной думы, вот, взявший себе такую ответственность. Поэтому я считаю, что, да, закон требует, доработки, это естественно, будет доработать и дальше. Но сам факт, что сегодня многие инвалидские, ветеранские, молодежные, творческие организации получат государственную поддержку. Это очень весомый вклад в развитие и творчества, и поддержку, так сказать, тех же инвалидов, ветеранского движения. Вот, и за что большая благодарность нашей, так сказать, областной власти всей. По словам Владимира Овчинцева, после того, как закон будет подписан губернатором, он вступит в силу с 1 января следующего года. На сегодня это все. Наша программа завершена. Обращаем ваше внимание, что следующий выпуск парламентского «Вестника» выйдет в эфир после небольшого перерыва уже в сентябре. До новых встреч в эфире. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова